31 августа Старорусский районный суд рассмотрит иск прокуратуры по поводу приостановления работы военно-патриотического лагеря в Эмпел-Заручеве. Там были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. В частности, эти нарушения касались неправильной установки отопительных приборов в палатках, где проживали несовершеннолетние, отсутствия систем сигнализации и оповещения на территории лагеря. В связи с тем, что указанные нарушения угрожали жизни и здоровью лиц несовершеннолетних, которые там находились, Холмским межрайонным прокурором Старорусский районный суд было направлено исковое заявление в порядке Гражданского судопроизводства о приостановлении деятельности указанного в лагере до устранения выявленных нарушений. Нарушения выявляли не только сотрудники прокуратуры, но и Роспотребнадзора. Это ведомство даже не поставили в известность о том, что лагерь начинает работать. Неплановая проверка показала, что отдых детей может быть омрачен в любую минуту, но прийти на помощь ребятам быстро едва получится. Добираются до лагеря лишь на тяжелой технике. И на это может уйти несколько часов. Мы проводим внеплановые проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации палаточных лагерей. И в мае месяце мы установили факт нарушений данным лагерям, которые заключались в том, что нам не было предоставлено уведомления о начале своей деятельности на территории Новгородской области в Подорском районе. Впоследствии мы также проводили проверки ежесменно, при которых также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам всех проверок материалы нами передавались в суд для принятия решения. По нарушениям, которые были выявлены в мае, решение судом было принято о привлечении к ответственности в виде административного штрафа юридического лица. Впоследствии за выявленные нарушения санитарного законодательства также было привлечено юридическое лицо, но уже сумма штрафа составляла 100 тысяч рублей. Нарушения понятны и легко устраняемы, однако с мая руководство лагеря не спешит выполнить предписания контролирующих органов. За это по решению суда и получали штрафы. Оформили документы за невыполнение нашего предписания администрации лагеря, что также решение принимает суд по данной статье Кодекс административных правонарушений. И на сегодняшний день нами третий раз уже переданы документы в суд для принятия решения. Решения суда на сегодняшний день пока у нас нет. Между строк многочисленных сообщений не прозвучало слов удивления, почему патриотический лагерь оказался недисциплинированным. Ведь центр «Вымпел» создан ветеранами Кремлевского полка, ветеранами группы специального назначения органов госбезопасности. Центр имеет огромный опыт организации летних лагерей по всей России. И не похоже, что люди, государственники по своей сути, могли игнорировать замечания контролирующих органов, преследующих лишь одну цель – сделать безопасным отдых детей. Мы связались с Москвой с офисом военно-патриотического центра «Вымпел» и выяснили, что лагерь-нарушитель сегодня не имеет к ним никакого отношения. На связи по телефону руководитель пресс-центра Ольга Зайцева. На сегодняшний день у ВПЦ «Вымпел» и у организации «Вымпел» в Заручеве нет никаких социальных взаимоотношений. Летом 2015 года мы провели в Новгородской области пять смен военно-патриотических лагерей совместно с администрацией подросткового района и управлением судебных приставов по Новгородской области при поддержке компании «Вэндон». После чего наши отношения были прекращены с организацией «Вымпел» в Заручеве в связи с тем, что компания «Вэндон» и президент Андрей Павлов сослались на возможность и желание проводить военно-патриотические лагеря самостоятельно. Без сотрудничества как бы с ВПЦ «Вымпел» и с администрацией подросткового района. Значит, на сегодняшний день наше присутствие в Новгородской области летом, этим летом, в 2016 году, мы провели военно-полевые сборы «Честь имею партизанские тропы-2016» в Подростковом районе, поселении Белебелка. И эти сборы были посвящены 75-й годовщине основания партизанского края, селу врага в Новгородской области. Наши воспитанники этих сборов принимали участие во всех торжественных мероприятиях, которые были приурочены к этой дате, и также выступили на межрегиональном фестивале патриотической песни «Танца память», который также проходил в эти как бы дни и в этих торжественных мероприятиях. Также наш руководитель Святослав Амельченко принял участие в этот день в переговорах с губернатором области Сергеем Мюнсиным, где обсуждалась деятельность военно-патриотического центра «Вымпел» в области, развитие детских лагерей экспедиции и также открытие представительства нашего центра по Новгородской области, который будет осуществлять работу по патриотическому воспитанию. Основатель и куратор проекта «Вымпел» в Заручеве, президент компании «Зенден» Андрей Павлов, судя по материалам СМИ, весьма болезненно отреагировал на замечания по поводу лагеря. Разговор из плоскости «Как вместе сделать отдых детей безопасным» ушел в заявление о закрытии социальных проектов Новгородской области, а также юридическом переезде «Зенден» из региона. Глава района Александр Буленков считает, что для компании и лагеря в районе было сделано все. С 2015 года лагерь переименовался к названию «Вымпел» добавилось название «Заручеве», и это стала частная структура, которая занималась уже той же деятельностью, позиционировала себя как патриотический лагерь на территории района, но уже частная структура. По заявлению руководителя компании на территории деревни, где размещался лагерь под строительство, так как планировалось развитие деревни, были выделены земельные участки, часть реализованных через аукцион, часть в аренде, количество этих участков 15, вот и жилищную застройку. Все они были предоставлены по заявлению руководителя или компании. Находятся в собственности, либо в аренде. По земле, которая находится под лагерем, также было обращение с заявлением, это селеевское поселение полностью отработало вопрос, земля под лагерь выставлена на аукцион, 2 сентября он состоится, компания может участвовать, любая компания, в том числе и «Зенден», потому что это электронная площадка, это объявление на всю Россию, выигрывать и приобретать землю, никаких препятствий по поводу земли под лагерь или по земле по строительству, жилищному в этой деревне, за ручевье, нет. Вопросы возникли у контролирующих структур, которые, в том числе, отвечают за жизнь и безопасность детей, находящихся на территории лагеря. И вот в интернете появились петиции за досрочное сложение полномочий главы Подорского района и о попытке закрыть детский лагерь в Новгородской области. Многие комментаторы, это представители обеих столиц, видят президента компании «Зенден» Андрея Павлова, главой Подорского района. Вот как. От состояния туалета в лагере до политики – один шаг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова